Что делать, если нотариусы внезапно отказали нам в отмене исполнительной надписи? Для тех, кто видел наш предыдущий ролик, ссылка будет примерно здесь, а для тех, кто в теме, мы сегодня разбираем, почему нотариусы внезапно стали отказывать нам с вами в наших возражениях и покажем, как легко поставить его на место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, друзья, ситуацию из жизни. Не рассчитавшись за кредит, нам арестовывают счета, просят погасить сумму задолженности. Когда мы знакомимся с этой суммой, у нас волосы встают дыбом, а в голове только один вопрос. Откуда такая сумма? Право каждого гражданина нашей страны оспорить любой займ. Если это решение суда, которое прошло без вашего участия, вы его отменяете. Если это исполнительная надпись, вы также ее отменяете по вашему возражению. Здесь есть маленькая проблема. Сейчас нотариусы отказывают в отмене исполнительной надписи, взваливая на себя ношу судьи, и такие на ровном месте начинают говорить, что нет оснований для отмены исполнительной надписи. Я считаю, что вот такие нотариусы сейчас работают против интересов народа. И, кстати, самые топовые примеры, которые у нас есть, завтра попадут в наш разбор. Так что подписывайтесь на наш канал, будет интересно, и мы еще вернемся к этой теме, и вернемся к отдельно взятым нотариусам. Итак, друзья, имея на руках письменный отказ нотариуса, вы вправе его обжаловать в суде. Сделать это нужно в течение 10 дней, а жалобу нужно подать туда, где, собственно, работает сам нотариус. Перед вами готовое судебное решение, в котором наши юристы выиграли и отменили исполнительную надпись в судебном порядке. Нас всех интересует здесь мотивировочная часть, то есть то, на чем основывается суд при вынесении таких решений. Итак, друзья, запоминаем. На основании исполнительной надписи не производится взыскание неустоек и пеней, процентов, если такие имеются. В силу требований статьи 92.2 закона исполнительная надпись совершается только в двух случаях. Если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности и если со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет. При разрешении спора и при оценке представленных сторонами доказательств суд признает, что обжалуемая исполнительная надпись не была совершена нотариусом на основании требований закона, которая бы предусматривала бесспорность задолженности и признание должником суммы взысканной задолженности. В этой связи данная исполнительная надпись подлежит отмене в судебном порядке. Далее суд указывает, что в связи с изложенным доводы стороны заявителя об отсутствии бесспорности задолженности нашли в суде свое подтверждение и являются обоснованными. Как итог, этим решением суда была отменена исполнительная надпись, как бы тогда там не сопротивлялся нотариус. Поэтому, друзья, если перед вами стоит задача отменить исполнительную надпись через суд, то наша практика показывает, что достаточно акцентировать свое внимание на отсутствие вами признания долга. Еще раз, если нет письменного согласия с долгом и нет письменного согласия с признанием этой задолженности, то суд будет на вашей стороне. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, безусловно, звоните на вот этот номер. Мы всегда открыты к диалогу и всегда готовы вас проконсультировать и оказать вам профессиональную юридическую помощь. На этом все, друзья. Подписываемся на канал, и это лучшая награда за то, что мы делаем для вас. Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok